Продолжение следует... Таких хочется нам лидеров турнирной таблицы. И вот, наконец-таки, вышли они на поле Русал и Тинькофф. Русал сейчас... И забивают уже на первой минуте. Вот как раз то, чего нам не хватало. Результативных действий, реализации грамотного расположения на поле. Сергей Макеев выводит Русал вперед. Если кто не понял, Русал в форме серого цвета. Играют в этом сезоне, они обновили форму, но результаты остаются такими же замечательными, как в сезонах прошлых. Плотность в первом дивизионе борьбы очень высокая. У нас там играют Русал, Комус, Тинькофф, МТС Банк и Московский кредитный банк. И все пять команд претендуют на первое место. Лидером, конечно, является Русал. С первого тура они на первое место вскочили, и никто их ни разу не потеснил с этой позиции. Русал удалось забить, и теперь мяч под контроль берут. Ну вот, ни изменения формы, ни зарубежные санкции на Русал никакого влияния оказать не могут. Как играли, так и играют. Все в порядке. Благо, костяк команды сформирован был давно. Были какие-то изменения по сторонам усиления. Синькофф с Русалом в этом сезоне проводят первую встречу. До этого встречались четыре раза. И что интересно, команда-победитель каждый раз забивает три мяча, вне зависимости от того, кто ей оказывается. Ну, посмотрите сами. 3-1, 3-0, 3-1 это победы Русал, и 3-0 победа Утенькофф. То есть такое впечатление, что не по времени играют команды, а до трех забитых. Так что матч обещает быть жарким. Должны мы увидеть как минимум три мяча, если внутренние правила не изменились. Русал с мячом почти не расстается. Сейчас хороший зрячий пас был в район шестиметровый. И контратакует Утенькофф. Куда вы пошли игроков возьмите? И вратарь Утенькофф сразу бросает мяч в атаку. Никакой позиционной борьбы. Сразу вперед. Вперед и только вперед. Два седьмых номера столкнулись. Ну и сейчас, но нарушения правил не было. Тинькофф в этом матче показывает, что будет играть на контратаке. Контратаке. По количеству моментов у Русал подавляющее преимущество. И таймал берет Утенькофф. Ну что ж, надо сказать, логичное решение. Что там не нужно, семья? Малыш, надо сказать, логичное решение. Малыш, надо сказать, логичное решение. Вперед, логичное решение. Ну, дайм-аут отчасти помогает, теньков поправили состав, так что дальше, может быть, игра пойдет поровнее. Это уже совсем первые минуты этого дерби нас разочаровали. Музычок вперед пошел и даже пробил. Еще один резкий удар, дерзкий и очень резкий. Вот если Русал сейчас забьет, то второй тайм уже формальностью буквально станет. Ну что ж, даже формально второй тайм все равно нам придется проводить и все равно мы будем верить в возможный камбэк команды Теньков. Если же этого не случится, то тогда Теньков попробует набрать очки в противостоянии с Метлайфом и банком МТС. А у Русал сегодня вообще только одна игра и все. Один матч, в котором нужно выложить. Музычок вперед. Музычок вперед. Играет музыка. Играет музыка. До того, как камера повернулась в сторону ворот, Русал, можно было подумать, что Русал играет без вратаря, иначе зачем был удар такой наносить. Перерыв у нас при счете 2-0 в пользу Русал. Второй тайм. Тиньков может попробовать опровергнуть мое утверждение, что при преимуществе Русал в 2 мяча второй тайм становится формальностью. Вот так втроем, даже в четвером уже против одного защитника, и вратаря ей все равно забить не удается. Какой изящный пас. Пятка и точный, кстати. Играет музыка. Играет музыка. Русал очень спокойно ведет игру. Русал в противостоянии Русал и Теньков. Русал всегда берет своим опытом. Опытом и умением. Только в одном матче Теньков удержал победу. Ну, тогда Русал непонятно по каким причинам рассыпался, но и Теньков тогда, конечно, выкладывался как будто последний матч в их истории. В поединке молодости и опыта чаще берет верх опыт. Если бы эти команды у нас сошлись где-нибудь в кубковом турнире, в формате однодвухдневного кубка, встреча случилась где-нибудь в четверть в полуфинале, вот там наверняка больше было бы шансов у Теньков за счет запаса сил. В формате первенства, где две максимума, три игры за день. Без молодости силы не такую решающую. Можно было бить сразу, но решили разыгрывать. Музычу показывает, что нужно в сопернику отойти. Русал, как только мяч у соперника сразу они блокируют все зоны. Теньков пустые вариантов нет для развития атаки. И прессинг пока в этом матче у Теньков не получается. Вроде и правильно идут, и сразу по нескольку человек, но за счет движения, наверное, выигрывают. Даже когда начинаются атаки у Русал, даже на своей половине поля все игроки в движении. Поэтому есть кому передачу делать. И Деньков остается только бить издали. Вот очередной такой удар. Осталась им одна забава. Теперь Русал уже берет тайм-аут. Нужно продолжать. Что, может быть, Теньков стоит снимать уже вратаря и выпускать полевого игрока? Потому что рисковать надо. Ну или необязательно снимать можно просто батарею. Пускать в атаку. Разницы ведь особо и нету с таким счетом проигрывать. Давай, сегодня выбирать. Давай, теперь успокоились. Они троем,énerовки стоишь, на пол смотрят. И по-настоящему опасных моментов у Тинко практически не возникает. Дальние удары, но вратарь видит их. Особой опасности они не представляют. Не было даже удара, когда вратарю прям тянуться нужно было до мяча. Вот как контр-атакует Русал. Вот сейчас сделали бы передачу Русалы из того, чтобы удар наносить. Получилось бы много интереснее. Ну что, неужели в этом матче все решилось уже в первом тайме? Неужели все самое интересное позади? Защитники на месте, вот он момент у Тинькофф. Просто не везет. Вот сейчас бы вернули интригу желтую. Контролирует Тинькофф мяч на своей, но лучше это делать на чужой половине. Как-то заканчивать хотя бы с моментами. Что-то у Тинькофф сегодня атаки не ладятся. Не доразмялись, не проснулись еще как следует. На поле лишние мячы сейчас были игроки, но все устранено. Такая вывеска на этот матч Тинькофф, Русал, Ам. Встреча получилась далеко не такой интересной, как планировалось. Может быть, даже в Адриарте с Норде играли. До последнего бились. Желтая карточка на последних секундах. Все, финальный свисток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok